Привет друзья! С вами Техноарена, канал только с честными сравнениями и подборками актуальных смартфонов и планшетов. Компания Honor выпустила уже довольно много удачных смартфонов на любой вкус, от настоящих флагманов до демократичных бюджетников. В этом видео я сравню такие новинки как Honor 10X Lite и Honor 30i, которые привлекают внимание доступной ценой и весьма приличными характеристиками. Но посмотрим, кто из них окажется победителем очередной битвы на Техноарене. Параллельно вы можете проверить текущие цены и параметры этих смартфонов по ссылкам в описании. Там полный список надежных торговых площадок, где продаются 10X Lite и 30i. Если данное сравнение поможет, вам не стесняйтесь поддерживать наш канал лайком, подпиской с колокольчиком или просто комментариями под видео. За свои деньги дороже всего выглядит смартфон Honor 30i. Во-первых, он ультратонкий толщиной 7,7 мм и невесомо легкий 171,5 грамм. Это очень большая редкость в нашу безумную эру лопатафонов. Во-вторых, 30i имеет безупречный дизайн, монолитная крышка с качественным градиентом и аккуратным блоком основных камер. Кнопка питания – это обычная кнопка, а не замыкающая Франкенштейн со сканером. В модели Honor 30i отпечаток сканируется по-флагмански под экраном. Только надо нормально прижимать палец, тогда разблокировка будет быстрой и безошибочной. Рамки вокруг экрана есть, но они достаточно узкие и симметричные, даже нижняя. Разъем для зарядки USB-C, сверху находится аудиовыход 3,5 мм и дополнительный микрофон для шумоподавления. Вырез под фронталку каплевидный. Существенный минус у смартфона Honor 30i лишь один – это двойной SIM-лоток, который не поддерживает дешевые карты памяти microSD. Заставляют покупать дорогую флешку формата Nano Memory. Honor 10X Lite совсем не оправдывает свою приставку Lite, так как физически он получился гораздо массивнее и тяжелее. Но на то есть две уважительные причины – это огромный экран и емкий аккумулятор. Сканер отпечатка пальцев совмещен с кнопкой питания. Фронтальная камера расположена в современном точечном вырезе. А еще 10X Lite предлагает практичный тройной SIM-лоток с поддержкой стандартных карточек памяти microSD. С экраном ситуация не такая однозначная. Дело в том, что за разумные деньги Honor 30i позволяет наслаждаться любимой многими матрицей AMOLED с солидным разрешением Full HD+. То есть вам будут обеспечены высочайшая яркость, насыщенность, натуральный черный цвет и отличная контрастность на солнце. По этим пунктам матрица IPS всегда проигрывает. Другая полезная опция AMOLED – это возможность постоянного отображения времени, даты и уведомлений. Поскольку большинство пикселей при этом все равно отключено, данная функция практически не расходует заряд аккумулятора. Но экран Honor 30i не поддерживает воспроизведение видео в формате HDR. А также предполагаю, что не всем понравится скромная диагональ в 6,3 дюйма. Выбрав смартфон Honor 10X Lite, вы получите максимальный по меркам 2020 года экран диагональю 6,67 дюйма. Это жидкокристаллический IPS с очень гибкими настройками. Можно менять цветовой режим и температуру, разрешение, использовать темный стиль оформления, регулировать масштаб и прочие режимы. К сожалению, оба смартфона попали под печально известные санкции, поэтому они работают на Android без мобильных сервисов Google. Ключевое слово – работают. Фирменный интерфейс Magic UI обладает всеми новейшими функциями и не страдает от лишней рекламы, хотя навязчиво рекомендует установить побольше новых приложений. Без Google Play вполне нормально живется, многие игры и программы давно добавлены в собственные каталоги Huawei и Honor. Есть и другие популярные архивы АПК-файлов, например, Aurora Store, Aptoid, FOPDA и тому подобное. Также для поиска и установки приложений удобно пользоваться поисковиком Petal. Конечно, некоторые специфические проги вообще невозможно запустить без сервисов Google, но их очень мало. Кстати, забавный факт, вы же слышали, что игра Fortnite со скандалом вылетела из каталогов Play Store и App Store, которые душат успешных разработчиков астрономической комиссии. Так вот, в App Gallery от Huawei эта игра гордо присутствует. Присоединяйтесь к сопротивлению. Набор камер откровенно лучше в смартфоне Honor 30i. Сзади у него имеется три камеры – главная на 48 Мп, сверхширокоугольная на 8 Мп с обзором 120 градусов и вспомогательный сенсор глубины для портретного режима. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Автоматическую фокусировку завезли только в главную камеру. По умолчанию она снимает с разрешением 12 Мп. В системном приложении камеры максимальное разрешение спрятано во вкладке «Еще» – пункт «Хай Рис». Оптическое увеличение в Honor 30i естественно отсутствует, есть шестикратное цифровое. Довольно неплохое, если в дальнейшем так и смотреть снимки на экране смартфона. Отдельного режима для макросъемки тоже нет, но с этим замечательно справляется главная камера в режиме портрета. Можно снимать даже ночью, если есть штатив или механический стабилизатор. Тогда кадры получаются наиболее четкие с равномерной экспозицией. Лучшее качество видео – Full HD 60 кадров в секунду. Также снимает и Honor 10X Lite. В этой модели главная квадрокамера дополнена отдельным модулем для фанатов макро, хотя низкое разрешение в 2 Мп не гарантирует приличный результат. И фронталка в 10X Lite послабее установлено – всего 8 Мп. Смартфоны Honor 30i и 10X Lite приблизительно равны по своей мощности, так как оснащены модификациями старого фирменного чипсета Kirin 710 с восьмиядерным процессором на 2 ГГц классической конфигурации 4 плюс 4, а не 2 плюс 6, как в последнее время стало модно мухлевать. Серьезного потенциала для игр у этих смартфонов все же нет, нужно выставлять низкие или средние настройки графики, чтобы не страдать от просадок FPS. Зато интерфейс и приложение функционируют достаточно быстро, плавно и стабильно, без замыканий или ошибок. Гигабайтов памяти Honor насыпали от души – 4 для текущих задач системы и 128 для хранения файлов. Гигантский объем памяти – это один из козырей данных смартфонов. К тому же вы можете использовать карты памяти, причем модель 10X Lite будет чуть-чуть удобнее благодаря тройному лотку и совместимости с дешевыми флешками microSD. Сетевые функции Honor 30i и 10X Lite тоже совпадают на 99%. Смартфоны поддерживают все распространенные в России частоты сотовой связи. В городе 4G работает уверенно, для NFC уже есть несколько альтернативных отечественных сервисов, способных заменить Google Pay. Единственная разница – это то, что Honor 30i позволяет подключаться к скоростным сетям Wi-Fi 5 ГГц. Модель 10X Lite так технически не умеет. Однако 10X Lite больше повезло с аккумулятором. Его емкости в 5000 мАч хватает на питание огромного дисплея и экономного чипсета на протяжении целого дня под высокой нагрузкой. Например, чтобы полностью разрядить аккумулятор 10X Lite, необходимо 10 часов крутить Full HD видео через Wi-Fi с яркостью экрана на максимуме. То есть, если адекватно пользоваться смартфоном, заряд вполне можно растянуть на 1,5-2 дня. Свои 5000 мАч 10X Lite оправдывает на все 100. В настройках батареи предусмотрены умные опции, которые теоретически должны продлить срок ее эксплуатации. А мощный адаптер на 22,5 Вт сокращает время перезарядки до 100 минут, или еще меньше, если активировать вышеназванные опции. У смартфона Honor 30i аккумулятор поскромнее, 4000 мАч, но прибавьте к этому нетребовательный чипсет, экран малой диагонали с энергоэффективной матрицей и вот вам автономность на уровне конкурентов с 5000 мАч. Поэтому Honor 30i стоит в одном ряду с такими монстрами, как Galaxy S20 Ultra, Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10 и даже наступает на пятки непобедимому Galaxy M21 с электростанцией на 6000 мАч. Слабым местом Honor 30i является зарядка. Комплектный блок питания на 10 Вт за полчаса добавляет к индикатору заряда менее 30%. А теперь отзывы от реальных покупателей. Несколько слов о преимуществах и недостатках смартфонов Honor 10X Lite и Honor 30i. Некоторые сервисы Яндекса не работают без Google, увы, не могу нормально пользоваться этим телефоном. Старый процессор, отсутствие Google сервисов, вообще не вижу логики его покупать. Да нет никаких недостатков, покупая санкционный смартфон, надо же понимать его ограничения, а не занижать оценки потом. В App Gallery пока не так уж много игр, а те, которые можно скачать, там не сохраняется прогресс, ибо нужен Google. Геморройный телефон, флешки поддерживает только Nano, они очень дорогие на фоне обычных microSD. Камера посредственная, процессор устарел, и хорошо подумайте перед покупкой телефона без Google, лучше бы я переплатил за другой. Отличный телефон, экран и камера супер, работает без тормозов. Google сервисов нет, но все мои приложения установились на раз-два. Очень красивый дизайн, привлекательная цена, за свои деньги телефон бомба. Быстрая зарядка, сочные характеристики, вменяемое качество, плюсов много, минусов нет. Емкий аккумулятор, 5000 мАч, автономность 2 дня, множество приложений для бесконтактной оплаты. Huawei не стоит на месте, телефон советую. Телефон просто огонь, без Google никаких неудобств не испытываю, установились все нужные приложения, полностью довольна телефоном. Яркий экран, хорошие камеры, красивый дизайн, быстрый сканер отпечатков под экраном. Огромное количество внутренней памяти, 128 гигабайт хватает с головой, батарея достаточно живучая. Мощный процессор, шустрый интерфейс, с NFC все ок, приложение кошелек дублирует функции Google Pay, за такую цену аппарат супер. Вердикт техноарены. Honor 30i можно назвать наиболее сбалансированным смартфоном до 20 тысяч рублей. Но где еще вы найдете амулет со сканером отпечатков под экраном, камеры по 48 и 16 мегапикселей, 128 гигабайт памяти? И все это в ультратонком и стильном корпусе. В свою очередь, более доступный Honor 10X Lite предлагает аккумулятор помощнее, зарядку побыстрее, дисплей подлиннее, но компромиссом будут очень массивные габариты смартфона. И напоминаю, что они оба-два без Google сервисов, хотя лично для меня это на работу не влияет. Самостоятельно сравнить технические характеристики и текущие цены Honor 10X Lite и Honor 30i вы можете по ссылкам в описании. Если сравнение оказалось полезным, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, а также ставьте лайк или подписывайтесь с колокольчиком. Спасибо всем за просмотр!